Опасность. Сила. Риск. На что они готовы ради победы? Я очень люблю вас удивлять. Вы, наверное, уже заметили. Строй боевой. Полфинал, начистое голоса. Грандфинал, начистое голоса. Я хочу идти вверх по лестнице. То же самое. Я хочу добиться чего-то большего. Я просто сам себя хочу испытать. Вы смотрите дневники проекта Central Asia's Got Talent. В этом выпуске мы расскажем о самых опасных выступлениях в полуфиналах второго сезона. Вот почему я люблю полуфинал. Здесь все невероятное. Полуфинал Central Asia's Got Talent – это шоу самых ярких людей Центральной Азии. Команда силовых акробатов ТОП «Жарган» готова идти к победе, несмотря ни на что. Познакомились оба ей атлет семь лет назад в больнице после полученных травм. Тут, как говорится, связали общие интересы и их последствия. К сожалению, и на нашем шоу не обошлось без заминок. Неудачный прыжок и, как результат, под угрозой выступления в полуфинале. Субтитры создавал DimaTorzok На сцене нашего проекта появляются такие артисты, как ТОП «Жарган». Сейчас я говорю о бабае и атлетии. Очень важно работать над техникой безопасности. Им самим. Но вот эти особо опасные номера, которые показывают люди, они могут быть чреваты какими-то серьезными травмами. Это один момент. Ребята, как профессионалы, они стараются этого избегать, и вся команда за этим активно наблюдает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы показать номер на все 100%, пришлось пойти на крайние меры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я капаю себе свечкой на глаза, то есть открыть невозможно будет, потом еще заматываю бинтом, изолентой, и сверху еще делаю фольгу, чтобы точно исключить какой-то просвет. И вслепую попадаю по трем целям – ножом, нюнчаками и катаной. Примерно так. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Александр, конечно, заставил нас тогда понервничать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, после такого номера прическу точно надо поправить. Весь в воске, конечно, после выступления. Обращайте внимание на то, что я налил себе на глаза, чтобы ничего не видеть, чтобы добавить экстрима. Поначалу на репетиции было дома больно, но когда выходишь на сцену и делаешь это, то как-то думаешь о другом, в целом о номере, как будто боль вообще не чувствуешь. Вот я сам удивился. Сейчас, наверное, такое облегчение, то, что полтора месяца подготовки очень плотный. Ты засыпаешься этой мысль о подготовке, просыпаешься, даже во сне думаешь, вот это так сделать или вот так сделать. Сейчас я просто хочу отдохнуть, если честно. Так, ну это Руслану. Это Александр Ткачук и его ананас. Классно, когда реквизиты съедобные. Это новый уровень интриги. Новые вставки на успех. Но выступление следующего полуфиналиста держало в напряжении весь зал. Чингис Махамадов из Азербайджана по праву может считаться самым сильным участником второго сезона. У меня несколько видов опасных номеров, но самый опасный связан с тем, что я должен освободиться за короткий отрезок времени. Важно успеть, иначе я подвергнусь риску. Такие вещи делают в основном иллюзионисты, но у меня все реально. Это не иллюзия. Еще раз повторю, я не иллюзионист. Я выступаю как силач, который сталкивается с опасностью лицом к лицу. Я хочу показать свою физическую силу. Я хочу показать, что это очень опасно. Я хочу показать, что это будет в порядке. Я хочу показать, что это будет в порядке. Я увидела, насколько это храбрый мужчина, насколько это сильный мужчина, и я пожелала, чтобы, иншаллах, будущие мои сыновья были такими же храбрыми, такими же баторами, как он. Я просто поражаюсь силой воли этого парня, также и физическим силам. Я очень сильно переживала за него, потому что он такие выполнял трюки опасные. Ну, плюс еще бесстрашный. Чингис бесстрашный. Лицом к лицу с опасностью Чингис сталкивается не только на сцене нашего шоу. Сила его духа совсем недавно помогла повороть страшный диагноз – рак печени. Из этой схватки с судьбой он вышел победителем. Психологически должен быть готов. Если ты боишься, это никогда не получится. Просто ты должен верить в себя. Да, это спорт, травма много. Если ты травмы не получаешь, никогда ты не можешь быть жестким. Каждый день 3-4 раз кушать. Просто яйца много кушаю, мясо много кушаю. Нормально надо кушать, чтобы нормальная энергия. Участие в проекте коллектива воздушных акробаток «Калина Шоу» до последнего момента было под вопросом. За две недели до выхода на сцену девочки получили серьезные травмы. Мы готовили сложный обрыв двойной. То есть я была на высоте на кольце. Катя должна была обмотаться полотном и лететь вниз. Ну и, соответственно, когда Катя полетела вниз, у нас лопнул трос. И Катя приземлилась вниз на маты. Я на нее сверху приземлилась вместе с кольцом. К этому кольцу мне подпрыгнула, рассекла мне бровь. Также был ушиб руки у Кати. То, что я сверху на нее приземлилась, разорвана мышца. До сих пор она хромает. У меня до сих пор болит рука. В тот момент эмоций бросить все. То есть зачем мы это все делаем? Потому что это слишком большие потери и физические, и эмоциональные. Это всегда... Ну, то есть у любых артистов такое бывает, что перепады. Получить травму накануне ответственного выступления потрясение не из легких. Но, несмотря на все страхи и риски, было принято решение идти до конца. Уже с больницы ехали, и понимаем, что ну не вариант нам назад. У нас целая команда теперь с нами. Я думаю, даже если вдвоем, и то бы мы не согласились назад повернуть. А тут еще и целая команда, они еще нас поддерживают. И буквально через два дня мы уже ковыляем на тренировки. Падение не прошло, естественно, без следа. У нас с Полиной болят конечности. У Полины рука, болит у меня нога. Но мы под обезболивающим. Все равно все выдержали, справились. Девчонки тоже умнички. На озвучки тянули, старались. Я одним глазом все равно на них посмотрела. Со стороны. Все равно мы доволен. Очень хотели показать судьям то, что они ожидали от нас в прошлом сезоне. Это вот именно вот это вау. Ну, то есть, что и подразумевает воздушная атробатика. Это мощные срывы. Но именно на нем у нас все немножечко не так пошло. Поэтому нам пришлось убрать этот спецэффект, так сказать. Одно из самых необычных выступлений в полуфиналах второго сезона стало «Хэйр-шоу» от Екатерины Становкиной. Участница из Казахстана парила под потолком, будучи подвешенной за волосы. Зрелище не для слабонервных, признайтесь. Зрели, это невозможно! Постоянно такая реакция, скажем, потому что, ну, скажем так прямо, то, что не каждый день кто-то поднимается на волосах в воздух. Для тех, кто вдохновился красотой подобного полета, отметим, данное мастерство требует длительных и сложных тренировок. Я начала так. Я первый раз завязалась. Повисла секунду. Я убрала, и все, на 2-3 месяца я отложила. Я сказала, я больше этого делать не буду, потому что мне показалось, у меня волосы оторвались. А потом, получается, я... Вот случились мои проблемы как раз. И вот, как говорят, боль перебьет боль. И я повисла на волосах, и я закрыла свою боль внутреннюю, и эта боль, я ее не ощутила. Ну, как бы, нужно правильно подготовить волосы, чтобы не было больно. Если я на миллиметр неправильно их завяжу, я не смогу выступить. Когда я начинаю выступать, все думают, это неправда. То есть, такого не может быть. Как это так на волосах, потому что тут чуть-чуть дернешь уже больно, а тут как бы свое тело, то есть свой вес поднимаешь. Я даже чуть-чуть попыталась себя дернуть за волосы. Это ужасно больно. Это страшно больно. А эта девушка подняла весь свой вес волосами. Когда ты встаешь на гвозди, на стекла, ты должен принять эту боль. Когда ты принимаешь эту боль, ты стоишь и пять, и десять, и час на гвоздях, скажем так. То же самое на волосах. Прими минуту этой боли на себе, и эта боль пройдет. То есть, ты привыкнешь к этой боли. Иллюзионист из Узбекистана Дмитрий Поляков приготовил выступление в жанре эскейпизм, что означает искусство освобождения. Наверняка вы слышали об известном исполнителе трюков с побегами Гудини. Сможет ли наш Гарри Гудини показать на сцене магию и заставить поверить в чудо скептиков? В моем случае тяжело верить мне в иллюзию. Почему-то я вижу секреты сразу. Может быть, из-за того, что я была членом жюри именно проекта «Иллюзии». Я уже знаю, как происходит, какая иллюзия, как они строят, как они собирают этот номер. Поэтому меня тяжело удивить в плане иллюзии. Я предполагаю, что Ситора немножко наигрывает свои комментарии по поводу, знает ли она секрет или не знает. Очень много людей пытаются разгадать. Я думаю, что смотреть на магию нужно не с этой стороны, знаешь ли ты секрет или нет, а просто нравится тебе или нет, удивляет тебя это или нет. Все, друзья, я готов. Все, я просто на последнем дыхании. Желаю вам удачи и пожелайте мне удачи так же, потому что номер будет крайне опасным. Все, увидимся. Минута! Он уронил эту штучку свою! Мне нравится его экстремальная иллюзия, которую он делает, и ты прям сидишь, переживаешь за него. В какой-то момент я понимаю, что есть страховка, что он отработал этот номер, но с другой стороны, а вдруг подведет техника? Это же жизнь человека, а это такой талантливый парень. Я прям очень люблю этого участника. Всегда думаю, почему я не показываю карточные фокусы, потому что всегда выходишь такой побитый весь, как будто оно пережило катастрофу. А сейчас этот трюк сделан впервые в СНГ. То есть я консультировался, понимал, что нет аналогов. Ну, есть похожие эффекты, они есть, в принципе, и у меня тоже, потому что я всегда выбираюсь из каких-то сложных ловушек. Но именно этот трюк, он совместил, наверное, самый большой мой страх. Я немножко боюсь огня. Самый загадочный участник шоу – «Человек-магнит» Жуну Салис Айдинов. Его номера настолько же опасны, насколько необъяснимы. Да, в моем арсенале есть опасные трюки. Я без троса, без урывки притягиваю при помощи биоэнергетики полтора тысяч тонн автомобилей. Я между машиной, как трос нахожусь, и меня тянет. Я поднимаю до 50, 60, 100 килограммов железа. Это тоже опасно. Люди с особыми талантами существуют. Это факт, тут это надо признать. И яркое выступление Жуну Салис Айдинова вы увидите в заключительном эпизоде полуфинала в шоу «Центральная Азия ищет таланты». Его невероятные возможности точно не оставят вас равнодушными. Это был дневник шоу «Central Asia's Got Talent», в котором мы рассказали вам о самых опасных номерах проекта второго сезона. Не пропустите заключительный эпизод полуфинала шоу уже через неделю. Смотрите все выступления в интернете, на YouTube, а также в эфирах рейтинговых телеканалов всех стран-участниц. НТК и Туркестан ТВ в Казахстане. Телеканал «Сафина» в Таджикистане. КТРК и КТРК «Музыка» в Кыргызстане. «Севимли» в Узбекистане. «Хазар ТВ» в Азербайджане. «Хазар ТВ» в Казахстане. «Хазар ТВ» в Казахстане.